друзья снова привет сейчас был предыдущий эфир надеюсь вы его не пропустили посмотрели для чего нам нужно совершать ошибки как генерировать энергию как делать творчество каким образом вообще мы можем сотворять то что невозможно сотворить зная заранее вот посмотрите очень интересный эфирчик коротенький и сейчас здесь я могу уже ответить на вопросы сейчас могу уже ответить на вопросы по поводу того эфир или но не знаю вот есть немного времени и там был последний вопрос рассказать о себе или чем я занимаюсь что я где сейчас я в турции вот и третий год проживания здесь навел на меня уже тоску я решила переехать я уже позапрошлым видео рассказывала о том что я переезжаю в начале мая я поеду в сочи хочу там может быть организовать встречу потом поеду в краснодар организую встречу в новороссийске организую встречу потом поеду на камчатку я очень хочу на лыжах наборки покататься потусить на горячих источниках очень вот такой trip и дальше у меня на выбор канада сша австралия и либо великобритания вот я сейчас выбираю куда я поеду первое на разведку либо на языковые курсы либо сразу на поступление в колледж в университет я очень хотела в оксфорд поступить но там по проходным баллам ну я точно не никак не попадаю и очень много нюансов по которым я не могу но остается еще в торонто в австралии классный университет кембридж ель и много много интересных вообще топовых вузов мира и я хочу просто попробовать подать документы на магистратуру и поступить в какой-то офигенный престижный университет в магистратуре учится два года вот мне не нужны эти знания которые я там буду получать я хочу насладиться процессом студенчества в университетах которых снимали фильм там гарри поттера и другие фильмы и господи вообще просто все мои книги или фильмы любимые проходили в этих университетах и просто хочется там побыть студентка и исполнить свою мечту потому что не знаю у меня все есть и все что я хотела все желания исполнены думала думала какую мечту придумать не получится ли мне в топовом университете и в свои 40 плюс быть студенткой позже это так круто и вот сейчас у меня такая задача я каждый день свободное время 5-6 часов сижу над английским сегодня всю ночь учила неправильные глаголы сижу переписываю 390 неправильных глаголов и 190 правильных глаголов сижу учу и по два-три правила с английским у меня проблема чтобы вы понимали 2013 года я не живу в россии и поменяла 36 стран то есть переезжая из страны в страну и естественно везде говорю на английском и я не говорю на английском я его вообще не понимаю потому что google переводчик всегда со мной и тут у меня появилась идея если еду в университет у меня должен быть безупречный английский и я так понимаю что сейчас подавая документы я просто не смогу сдать экзамен тест по английскому языку ну просто физически не успеваю поэтому я конечно подам в какой-нибудь университет короче сначала тест пройду доеду сейчас до россии там пройду тест посмотрю сколько баллов не хватает начну догонять и либо я начну готовиться на языковых курсах в какой-то стране в европу кроме лондона и больше никуда не хочу ехать вот хотя мне предложили на изи в испании визу сделать там так далее но я вот думаю языковые курсы именно английского все-таки великобритания сейчас на изи визу дадут может быть туда и поеду вот либо австралия не знаю посмотрим вообще если у меня нормальная я наберу семь баллов англии тест по английскому то я сразу конечно буду подавать документы в вузы и может быть к январю успею поступить может быть может быть к следующему лету в общем готовиться надо потому что еще куча экзаменов сдать эссе писать и так далее блин поступить даже если у есть деньги в престижные университеты вообще ни за какие коврижки денежные не поступить только своими мозгами вот англия уже не европа великобритания окей сорян в австралии очень недорогие курсы английского но озоновые дыры да мне вот это вот все не беспокоит мне беспокоит в том что визу получить очень сложно вот я обратилась в несколько агентств которые занимаются подачей документов вузы оксфорд кембридж ельский там торонто туда-сюда везде в общем самые топовые все предлагают типа на изи в дубай в дубай конкретно точно не поеду потому что мне не интересует эта страна вот австралия канада америка меня интересует вот великобритания самый крайний случай потому что именно канада австралия и часть америки у меня по всем моим звездам самые благоприятные места проживания великобритания мне не подходит по планетам верить в это не верить не знаю но я вот пока выбрала вот так посмотреть канаду сша австралии но туда визу сейчас сложно получить вот поэтому короче настраиваюсь на тест учу каждый день и еду в начале мая да вот уже может быть в течение пару недель я приеду в россию все покидаю я турцию может быть не навсегда но все мой дом здесь закрывается еду в россию там сдам тест по английскому дальше буду смотреть либо подаю вузы либо на языковые курсы перееду куда-нибудь дальше какие у меня еще планы вот кроме вот этого английского и поступления вуза я уже ничего не вижу ничего не слышу вот и переезда а ну и у меня сейчас две консультации я тоже в каком-то видео рассказывала виду очень серьезные там во первых очень большие чеки оплаты моей работы потому что мы решаем вопросы на миллиарды рублей на несколько миллиардов рублей у одного человека и у второго вот они друг друга не знают с разных стран и у нас с ними каждый день работа уже второй месяц и просто там настолько много работы и я себя так через них познаю то что все что они мне показывают транслируют все про меня я сейчас просто зависла вот на вот этой работе и поэтому отложила временно пока все мелкие курсы консультации вот думаю что в течение этого месяца разберусь со всеми этими делами переездами поездками проблемами английским я английский не разберусь буду долго с ним вот какие-то легкие может быть новые создать курсы но пока предлагаю всем потому что очень много новичков особенно на ютюбе или сюда переходят тоже предлагаю всем закрытый клуб подписаться 490 рублей в месяц там разные задания которые надо выполнять если вы еще писали и было бы обратная связь было бы вообще хорошо а то вы там в тихушку сидите выполняете 120 заданий да и не пишите что вы там сделали вот все кто не со мной вон туда пожалуйста подписывайтесь на закрытый мой канал в телеграме и сейчас там буду добавлять новые задания и я там провожу свой фирменный сеанс движения сердца который делаю уже почти 7 лет который раньше стоил 100 евро я там бесплатно его делаю периодически ну в месяц один два три раз точно от одного до нескольких раз вот сейчас буду объявлять этот сеанс на следующей неделе буду проводить или в конце этой в чем суть сеанса ребята вот попробуйте даже просто на индивидуальные запишитесь он ускоряет все вообще процессы внутри и снаружи то есть все события которые там могли бы длиться месяц там за один день будут решаться то есть все что тянется она будет быстрее решаться то есть если проблемы какие-то у вас тянутся то они ну вы погрязнитесь погрязнете в них еще глубже еще больше еще проблематичнее но также и быстро и вылезете с них ну то есть то что могли бы месяц растягивать да как жвачку вы это быстро осознаете и пройдете вот этот опыт вот это очень крутой сеанс который блин бесплатно на курсе за 490 рублей прикиньте 100 евро да и 490 рублей в месяц курс я вообще все бесплатно практически отдаю уже давно не хочется мне хотя хочется вру для того чтобы я поступила в какой-то университет мне нужно 5 миллионов за год заплатить примерно ну или 100 тысяч 100 тысяч какой 5 миллионов 100 тысяч долларов или евро долларов 100 тысяч евро евро короче 100 тысяч евро так это с проживанием с питанием жить как студент в кампусе где-то 600 тысяч долларов в неделю обязательный платеж жить за пределами университета нельзя это внутри в кампусе либо от университета представители снимают эти скажите жилье студенческое специально от этого университета но там еще на дорогу тогда тратите время вот прочь в кампусе жить так вот мне нужно хотя бы сейчас начальный капитал чтобы поехать учиться 5 миллионов за полгода и у меня нет денег вот потому что я же ничего платного не провожу сто лет в обед только вот с этими сейчас мужчинами работаю они закрывают мне куча моих проблем ну не проблема задач вот а вот на учебу пока еще не заработала вот думаю где и как заработать на учебу это первый момент второй момент у меня есть бизнес все знают да я вожу туры в турцию делать зубки красивые вот и волосы в турции пересадка волос одна из самых дешевых по сравнению со всем миром и по качеству офигенная каждый турок наверное сделал себе пересадку волос вообще у всех такая густая красивая шевелюра все тут ровно там вот эти вот бородки видно что все сделаны вот вообще редко встретишь кто без волос и поэтому эта процедура как за хлебушком сходить здесь и она недорогая так что у кого проблема и нужно загустить волосы обращайтесь я вам организую трансфер проживание питание то есть вы приехали три дня всего лишь можно остаться на несколько дней подольше отдохнуть там 234 10 дней на сколько хотите взять с собой кого-то бесплатно потому что уже проживание там трансфер будет входить и вы такие отдохнули в турции кайфанули за три дня сделали волосы и уехали обратно либо зубы зубы от четырех до пяти дней делаются 45 дней вот полностью всю улыбку вырвать сделать операцию нарастить кость в эти желудки поставить импланты если нужно вот но это у кого там зубов нет у кого есть зубки все пролечить сделать кому коронки виниры детали то есть тоже обращайтесь я делаю сейчас рекламу как все нормальные блогеры никогда вообще такими вещами не занималась ну пора мне нужно зарабатывать деньги вот и вам хорошо или не хорошо то есть я организую туры и чем классно поехать в турцию сделать зубы волосы это будет в три в четыре раза дешевле чем в россии при этом самое важное качество просто офигенная клиника зубная она одна из топовых в турции тюля и кол который и организовала 30 лет назад она выступает в университетах и преподает рассказывает в стоматологических она очень часто на телевидении она постоянно попадает в новости она получила очень много дипломов в разных странах сингапур италия испания сша великобритания германия много где училась она и хирург и имплантацию делать да и она и ортодонт и сколько у нее там вообще профессии она все пробует на себе постоянно выступает на конференциях в новостях они часто рассказывают вот и она очень знаменитая и у нее лечат зубки делают звезды блин актеры певцы здесь турецкие еще там журналисты ведущие в общем это очень крутая клиника я об этом узнала спустя год после того как водила туда туры случайным образом зашла к ней на аккаунт и увидела что она одна из популярнейших женщин в турции блин я офигела постоянно лично делает зубки вот она и ее врач который с ней со дня основания 30 лет вместе с ней работает вот они если долгие бывают операции вместе ассистируют по очереди бывают многочасовые операции вот ну либо кто-то один потому что врач там мужик ого-го он конечно не выступает не такой коммуникабельный на телевидении но делает очень все хорошо вот и плюс еще какой клиника открыта в дэн изли 30 лет а в ту в которую я вожу это филиал в анталии рядом с анталийским аэропортом прям рядышком находится 15 минут езды до аэропорта лара район называется так вот этот филиал открыт прошлым летом в августе что ли в июле там самое новейшее оборудование еще новее чем в дэн изли в крутой клинике то есть вот это та клиника которая только что открыта там свежайший ремонт новейшее оборудование самых последних марок моделей да они используют одни из самых крутых качественных офигенных просто не за материалов они не скупаются потому что им нельзя пускать планку наде какую-то дешевку вот и фарфор там у них и диоксид циркония все высокого качества то есть делать круто и я была в шоке я сделала себе виниры зубы не подпиливала свои практически мне просто нужно было я бы не делала вообще я не изменила цвет свой оставила они меня не белые я когда делала эти виниры это вот просто наклеивается сверху на зуб а сзади мой остается у меня очень сильно были десна открытые то есть десна поднималась делала операции наращивала но все равно десна очень тоненькой оголяла зуб пришлось поставить виниры то есть они такие чуть-чуть удлинились чтобы закрыть то есть я делала виниры не потому что я дура и мне хочется там чтоб красиво было а потому что я хотела закрыть рецессии так как чувствительные сильно зубы были на холодно-горячий ужас у кого рецессии понимает меня наверное вот ну и плюс у меня коронки на жевательных так как я не сберегла свои зубы уже очень давно вот там уже лечить было нечего то есть впереди виниры и сзади коронки и вышло это у меня просто какие-то копейки я не буду озвучивать цену здесь у меня все просчеты есть в моем телеграм-канале кто хочет ознакомиться вот со всей этой информации по поводу волос и зубов так что вот ребята дальше учиться буду на психолога да я хочу на психолог это тоже большой нюанс очень сложно поступить в эти университеты не по профилю то есть у меня высшее экономическое антикризисное управление я оценщик бизнеса антикризисный управляющий и хочу сейчас вдруг до психолога то есть конечно можно поменять пойти на другой профиль в магистратуру но я должна подтвердить что у меня есть опыт работы психологии а я никак не могу это я не работала ни в какой клинике психологом не в школе там не в каких-то заведениях то есть как я это могу подтвердить у меня одна надежда что я смогу это подтвердить книгами которые вышли по психологии у меня же сколько книг 4 или 5 или 6 я не помню сколько мне изданных книг по психологии уже продаются несколько лет вот может быть они будут как-то влиять потому что мне например два агентства сразу отказали сказали вы не поступите в эти университеты в которые вы хотите потому что вы хотите на психолога у вас нет опыта психолога вот если бы на экономический типом магистратуру токи вот в общем такие дела почему на психолога не знаю хочу так дальше вы так прирожденный психолог без корочки да ирина я не за знаниями еду я просто ну представьте я посмотрела кучу фильмов за свои там 40-15 лет и видела этот оксфорд кембридж ели так далее во всех фильмах и вот эти вот красивые старинные здания боже мой и представьте я я всегда смотрела даже этого гарри поттера и думала вот бы там учиться а тут я хочу свое желание исполнить побыть студенткой вот таких вот как какого-нибудь из этих университетов но это блин это круто это это вообще побыть студенткой вспомнить свою молодость потому что я училась научно-заочная и получается пропустила по большей части вот эту студенческую жизнь мне ее не я так хочу пожить в общаге я так хочу социума я потому что крот я люблю быть сама собой всегда одна меня напрягают люди физическом мире я их всегда вот так а тут представьте я буду жить в кампусе что блин два года рядом со мной будет куча людей это же просто это такой трэш это такая встряска это столько страхов у меня такие пласты просто страхов поднимается плюс незнание английского а там не нужно с иголочки просто вот вообще каждого вот просто понимать все что на лекциях очень быстро будут говорить я же должна это понимать говорить общаться там учиться на английском языке это пипец да еще в таком крутом и успевать экзамены там сдавать еще быть например в университете лиги плюща быть в какой-то там принадлежности вот показывают фильмах блин как я этого хочу показывать фильмах как люди там делятся на кланы это так и есть что у них там куча мероприятий например в оксфорде 400 почти дисциплин на которых нужно походить там выбрать 1 2 3 чем больше тем хуже надо вот несколько и там допустим танцы и пения или там театр или спортом баскетбол или там играть в какие-то вот эти игры я даже не знаю в россии таких игр нет даже название не знаю когда они там с мечом гоняют как в гарри поттере вот то есть представьте как это круто пойти штусовку в какую-то и выбрать себе общественную деятельность да и в этой деятельности участвовать это ну просто вообще постоянно какие-то мероприятия помимо обучения и ты живешь внутри этого города крикет да вот но есть там еще какие-то помимо вот этого и штуки я кстати в нем за играла класс то есть вот такая вот у меня мечта потому что я столкнулась с тем что я не знаю что я хочу и у меня уже давно года четыре наверное три на вот сколько жил в турции 3 до этого уже началось я беспокоилась о том что меня ничего не беспокоит я беспокоилась от того что все ровно я беспокоилась что мои потребности как бы закрыты я уже много путешествовала мне уже не тянет поехать там супер какие-то новые места посмотреть там на море там жить на берегу там я уже это все прожила рядом с морем живу думаете это дохожу каждый день я конечно хожу загорать там раз неделю вот бакалавриат на психолога рассматриваешь а зачем мне есть высшее образование мне теперь только магистратуру так то есть я заскучала вот поэтому я хочу такую мечту себе сотворить так что ребят помогите мне заработать десять миллионов рублей это сумма в принципе небольшая в течение года это получается мне нужен миллион в месяц для этого приезжайте делать зубки что еще записывайтесь на консультации на мои курсы я не знаю сколько мне надо людей в группу собирать на курс за 490 рублей чтобы были на месяц миллион заработать хрен его знает но давайте приводите друзей подкиньте мне копеечку с мира по нитке представьте каждый бы скинулся по рублю блин трейдинг не поможет решить вопрос деньгами трейдинг я вообще сейчас не знаю как с этим обстоят дела дело в том что четыре года назад я активно занималась этим и хорошо зарабатывала на этом потом ушли все так сел телефон потом ушли все зарубежные компании с русскими акциями я вообще не понимаю как с ними быть дружить очень красивый цвет волос идет натуральный да я натуральный свой волос отращиваю кстати у меня очень много было чтобы вы понимали седых волос сейчас представьте волос седой белый идет и я смотрю по всей голове у меня вот так вот наполовину он коричневый кончик ну отрастает белый я потихонечку срезаю то есть все мои седые волосы стали обратно моим красивым цветом волос когда я перестала есть ну всякую дрянь то есть я поменяла питание мы седые волосы превратились обратно в мои коричневые для меня это шок ну и плюс я уже срезала практически все что было обесцвечено вот ведь маленькие кончики остались я хочу свой натуральный цвет волос блин я вообще не понимаю зачем краситься теперь больше не буду это делать так я ничего не делала дальше как осознала что бог что без все одно бог и без так как чему это не понимаю или вы там между собой языковой среде быстро учится язык удалить google translate да я согласна поэтому но чтобы чтобы поехать в университет и там быстро выучить английский язык мне нужно туда поступить чтоб туда поступить мне нужно сдать экзамен с очень высоким баллом просто максимально возможно разговорным понимаете деньги не решают там ничего хоть ты там сто раз больше заплатить тебе никто не возьмет здесь ты не не свобода не говоришь на английском а я не говорю вообще вот от слова совсем поэтому надо наверно начать с языковых курсов опять же я может сейчас прибедняюсь я в этом месяце даже в ближайшее время доеду до россии пойду сдам экзамен может быть я и разговариваю я об этом не знаю просто не с кем говорить я же крот но кого вы хотите пойти учиться на стоматолога нет зачем не стоматолог по стоматологии в турции очень круто выучиться здесь офигенные есть места где можно выучиться плюс не предлагали я же начала стажировку на техника не стоматолога техника вот но решила не посвящать себя этому я хочу получить диплом психолога какого-нибудь ельского университета например или торонто или там какие могут быть университеты стэнфорда массачусетского какого-нибудь университета гарвард красота что там у нас есть какие университеты классные колумбийские университеты нью-йоркские но это по рейтингу надо будет смотреть я хочу попробовать сначала в самые топовые поступить а чтобы подать документ через агентство я тоже столкнулась я просто офигела от 1000 до 2000 долларов стоит цена подать в один университет заявку с агентством то есть если я хочу подать две заявки в два университета мне надо 4000 долларов если я хочу в 3 мне надо 6000 долларов вот я хотела сразу в 10 университетов подать как минимум мне нужно 20 тысяч долларов только для того чтобы подать заявку в университет я тоже об этом много думала господи это прям трэш буду искать агентство которые более лояльны и хотя бы берут одну сумму за три заявки или там за 4 пока 5 агент и с ними консультируюсь вот еще очень прельщает меня я обожаю корею жила в сеуле есть сеульский университет очень крутой корейский я бы туда поехала но там не английский там в корейской крис включить я не хочу учиться на корейском языке это трэш вот так что там еще сделать курс который за 490 за 4 900 но за 490 рублей ко мне не записываются на курсы может быть потому что думают что за 490 рублей там фигня поэтому не идут все спрашивают за мои консультации дорогие вот а на курсы за 490 рублей не идут я не знаю в чем причина хотя меня всегда были очень крутые курсы причина во мне причина во мне исключили дрянь это сахар мусорную еду дарим вот у меня седые полезли вот собрала гранаты авокадо орехов и буду молоть на этой неделе и варить я вообще каждый день начинаю утро с каши нет первое я начинаю все не так я беру кофемолку для семян смалываю себе расторопшу и чайную 2 чайные ложки съедаю с этого порошка с водой через час я завтракаю а завтрак у меня очень милый просто такой милейший беру семена че беру семена льна смалываю в кофемолке и прям свежатину эту смешиваю с водичкой добавляю любые фрукты ягодки там например апельсин яблоко грушу банан клубнику что угодно и до вечера очень сытная хожу ничего есть не хочу к вечеру у меня обычно боу я все виды овощей нарезаю зелени на огромную тарелку чуть-чуть не смешивая могу туда отварить киноа поливая лимоном или апельсином и все и больше ничего не хочется есть из сладкого я делаю постоянно шоколадки и тортики из какао-бобов делаю свой шоколад либо ем финики изюм орехи каждый день к чаю чая у меня тоже нету чай это у меня сборы всех трав которых только я вижу я иду по улице и 100 собираю кинуть травы и у меня трав сбор вот мой рацион еды я не ем варенку мне нравится сырая пища ем очень очень редко варенку там раз в месяц может два раза в месяц горсточку например фасоли а у меня еще всегда пророщенные какие-нибудь семена в боулы я проращиваю маш например машку пила замочила водички дальше бросила на сутки в этой воде в темном месте воду слила и поставила в темное место через пару дней у меня уже такие ростки очень вкусно так можно прорастить все все семена так что перестала я готовить если я пойду в университет я не представляю чем я буду питаться боже мой я когда посмотрела какая там еда сегодня с утра я посмотрела видео парня одного из агентств основатель агентства он во всех университетах сам лично посещая делает эти обзорчики и он зашел в столовку оксфорда показал где снимался гарри поттер блин как это круто и что они там ели еда конечно просто кошмар такого никогда в жизни я бы не ела поэтому я не знаю как мне быть и жить мне нужна какая-то лавка с фруктами и овощами возле университета обязательно будет ли она я не знаю и в принципе все маш лен зеленую гречку я бы это все каждый день смалывала с водой бы и ела бы фрукты овощи в сыром виде больше ничего не нужно вот но будет такая возможность или нет буду тоже узнавать проблему из-за еды представьте так мгу так к чему зачем тебе агенты я все сама делаю после того как переехала в европу и больше не было ассистента хотя тут поможется есть но она не каждый день приходит агенты но я должна узнать вопросы по поступлению вы во все эти университеты но во первых как туда я даже не знаю подать заявки собеседование написать эссе там столько всего нужно я думаю что я без агентов не справлюсь мне кажется либо просто мне нужен нужен какой-то личный помощник с которым я могла бы там оплачивать и он бы все узнавал делал подавал и так далее я просто в кучку себя не соберу все это вот представьте у меня столько работы просто не представляете сколько у меня работы и еще и заниматься заявками в университет и это вообще капец еще и английский язык теперь прибавился я боюсь сама на портачи мне не примут так ирина записывает все за мной классно твое кафе там будет мое кафе да походу там надо будет рядом с университетом открывать свое кафе закупаться себе оптом продавать на улице людям чтобы другие ели вот не знаю ну потому что я веган сыроед и как бы очень очень сложно мне адаптироваться в странах я приезжаю каждый раз новую страну и стою просто ступоре типа а чё чё есть чем питаться так если ты сама не сможешь подать заявку то вообще не на парах ничего понимать не будешь так как сдавать экзамен нет для того чтобы попасть нужно написать офигенно эссе и агенты они точно знают все нюансы подводные камни каждого университета что писать и индивидуально нужно будет делать эти анкеты писать с эссе и так далее вот конечно чат gpt в помощь он красиво может для эссе это все там переформировать но я просто не понимаю все это не сложно боже мой у меня теперь еще один страх и фобия появилась попробовать подать заявки во все университеты мира сколько мне на них времени надо плюс надо же знать везде разные сроки разные цены как вообще переводить деньги как с россией перевести деньги вообще не понимаю прикиньте вот допустим я в америку надо перевести пять миллионов рублей быстрым способом оплатить за семестр у меня уже все миллион вопросов как вообще чтобы подавать заявки еще нужно платить университету и налоги и надо понимать перед этим ну подхожу или не подхожу короче нюансов много давайте лучше ваши вопросы о себе я вот рассказала я будучи студентка я открываю новый трип переездов в новые страны где еще не было в ком в канаде сша великобритании и австралии дальше что развиваю бизнес по волосам да и зубам что еще кучу английский